Добрый день, дорогие зрители России в Мундире. Мы сейчас с вами будем разговаривать с Александром Викторовым, которого вы уже знаете по нашим предыдущим передачам. Но вы его знаете как фалериста. А как я уже сказал в предыдущей передаче, Александр долгое время работал в милиции в Ленинграде. И в его послужном списке, так скажем, есть дела, которые были связаны с антиквариатом. Александр, вы где работали, где служили? Ну, надо сразу оговорить, что непосредственно в подразделениях, связанных с хищением антиквариата, я не работал. Основная часть моей деятельности, я работал в подразделениях по борьбе, по раскрытию умышленных убийств. И не имел отношения прямого к антиквариату, но находясь в городе таком, как Ленинград, Петербург, потом, и имея многочисленных знакомых, я в стране, в общем-то, тоже не мог находиться. И сложилось так, что когда были созданы эти подразделения... Когда они были созданы? Ну, у нас это было в 92-м году. В 1992 год был создан 12-й отдел управления уголовного розыска. Туда попало и несколько моих знакомых. Пошли работать, им казалось интересно. Мне это не казалось, кстати, интересно. В принципе, могли туда люди пойти, если было желание. Я никогда не стремился ни к переходу туда работы, ничего. Ну, во-первых, мне казалось это не очень этичным, поскольку я сам... Ну, во-первых, хочется сразу оговориться, чтобы наши зрители не подумали, ага, ну, все понятно, вот он все, милиционер, вот он как бы, видимо, таким путем тут как бы коллекционировал тут все. Нет, конечно, коллекционер, я начал еще в школе, я коллекционер со школы, вот, потом, когда учился, образование получал, потом работал в территориальных органах обычных, на земле, что, как говорится, и все время это время я был коллекционером. И когда появились вот эти подразделения, я подумал, что это может быть даже нехорошо воспринято, но так же, как не принято в музейной среде быть коллекционером. Ну, на это смотрит очень отрицательно, как бы, музейное сообщество, что, ну, предусмотреться, как это у человека, может быть, личная заинтересованность, личная возвлеченность, да, не нужно это, в принципе, ну, это правильно отчасти, и в этом есть логика. То точно так же, как я для себя подумал, что не будет на пользу работать, если я буду там, так сказать, и зачем давать повод, как бы, людям и самому, там искушаться, там, где-то в каких-то ситуациях, и я не стал стремиться к этому подразделению, но оно само ко мне, так сказать, притянулось, потому что на первых порах им необходимы были консультации, им был необходим человек, который смог бы их сориентировать, у них не было ни оперативных позиций каких-то, так сказать, еще не созданы в кругах скупщиков, в кругах коллекционеров, ну, и волей-неволей приходилось обращаться к тем, кто знал это, ну, в частности, они обращались к разным людям, ну, и в том числе ко мне, вот, потому что, конечно, легче спросить своего же сыщика, так сказать, слушай, вот такой вот вопрос, не все можно сказать посторонним людям, не все можно сказать музейным работникам, ну, вот, ну, а с сотрудниками попроще. Ну, и как бы волей-неволей я оказывался как-то или причастен, или вовлечен в какие-то отдельные эпизоды, но у меня была своя работа, которую, я напомню, что это был 1992 год, и те пресловутые лихие 90-е, это создали не только антикварный отдел, создали и подразделения по умышленным убийствам в районных подразделениях, в районных управлениях, потому что тот вал уголовной преступности и насильственных преступлений, в частности, убийств заказных, он просто захлестнул город, вот, Бандитский Петербург, который вот таким мемом стал, понимаете, Бандитский тогда стала половина страны, там, наверное. У меня своей-то работы хватало выше крыши, я забыл, как, как говорится, домой отдыхать приходил, и спали на работе, вот, и свыше 100 убийств в год на небольшое подразделение районное, это многовато, честно говоря, понимаете, это каждые три дня убийства, так сказать, и по ним же по всем надо работать, и там куча бумажной работы, и куча следственной работы, и оперативной работы, ну, там хватало работы, так что я не то, что мне было там интересно заниматься, но волей-неволей приходилось помогать как-то, пересекаться иногда, и они же помогали нам, куда же без этого. Тем более, раньше была другая милиция, надо сказать, что сейчас она настолько сильно переменилась, но это стало другое совершенно, это абсолютно даже не о чем говорить. Ну, хочу сказать, что когда я уже заканчивал, ушел, я написал книгу, вот такая вот книжечка у меня вышла, она называется «Успех безнадежного дела», в которой я постарался максимально честно, объективно, так сказать, вот, рассказать о своем пути, о милиции, о делах, о некоторых, которые считал значимы, ну, не помню, есть ли тут про связанные с антиквариатом, может, что-то и упоминается, я уже не помню, вот, и написал, что ушел, потому что я увидел, что это стала другая система, это была не та система, это была не та милиция, в которой я приходил, в которой я работал, изменилось все, вот, ну, с моей точки зрения, не в лучшую сторону, очень много изменилось, но в конце концов, ну, что делать, что случилось, то случилось, слава богу, я ушел на пенсию, вот, и ни разу не пожалел об этом, хоть приходилось много работать и после. А что касается антиквариата, да, они только вставали на крыло, отделом руководил такой полковник феоктистов, был очень хороший мужчина, который может только добром вспомнить, который, по выражению, так сказать, которая нас тогда пытавала, что работать не мешал подчиненным, а иногда даже и помогал, вот, понимаете, что большой редкостью является, вот, ну, и вместе с тем толковый оперативник, старые школы, замначальника отдела был Иванов Николай, тоже полковник милиции, тоже очень опытный, старый сотрудник, так сказать, толковый, дельный, понимающий, ну, в общем, повезло с руководством на первых порах, было выделено помещение неплохое в центре города, на Гродненском, не знаю, там ли оно до сих пор, и отдел стал работать. Почему это было необходимо? Вы знаете, количество крашенки-квариата и покушений на хищение особо ценных предметов, оно, конечно, выросло. Надо сказать, что прекращение существования Советского Союза, распад страны на отдельные государства, понимаете, он, конечно, произвел такое глубинное, глубинную ломку сознания людей, отношения ко всему. Ну, во-первых, рухнули идеологические нормы, с которыми очень сильно были связаны многие морально-нравственные вещи. Вот это вот обрушение нравственности, которое выразилось, с одной стороны, в этом всплеске бандитизма, всплеске вымогательств, и вот имущественных преступлений, корыстных. Оно коснулось всего. Ну и, конечно, антиквариат тоже стал, потому что это, что такое предмет антиквариата? Это вещи, в которых в небольших объемах сконцентрирована очень большая стоимость. Понимаете, иногда какой-нибудь предмет, который можно положить в карман пиджака и вывезти, в конечном итоге эквивалентен двум большим чемоданам денег, битком набитым. Понимаете, но вы сначала вывезете два больших чемодана там битком набитых, а положить вещь, который за подкладкой пиджака лежит, вполне можно. И этим, конечно, пользовались люди. Тем более, что многие ценности оказались... В советское время охрана их была организована плохо и слабо. Все вокруг советское и все вокруг мое, это имело свои отрицательные стороны. И, понимаете, в советское время этого похищения музейных ценностей и культурных носили редкий характер, особенно государственных. Во-первых, это были очень серьезные сроки, так сказать. Во-вторых, как-то было, как это, преградов в сознании многих людей, в том числе и воров, что, ну, украсть что-то из Эрмитажа, но это себе неприятности искать, так сказать. Зачем много где можно совершенно безбоязненно, безболезненно украсть, там, выпить, пропить и все. А если мы украдем этого Рафаэля, что мы с ним дальше будем делать? И, ну, как бы, это нет. А потом сознание изменилось, понимаете? Что, а можно вывезти за границу, а можно продать. А есть богатые люди, которые и здесь купят. Понимаете, в советское время богатые люди, насколько я знаю, были настолько законспирированы, напуганы и настолько под большим были разборчивы в круге своих знакомых, что что-либо купить вот так вот со стороны, но это надо было быть очень большим авантюристом, чтобы у незнакомого человека или через какие-то все понимали, что, ну, такие вещи ниоткуда не появляются. Если что-то предлагают, там 10 раз переспросят, выяснят откуда, чего, а стоит ли связываться. Ну, плюс все они так или иначе, такие богатые люди, были известны и органам милиции, и органам госбезопасности. И все имели каких-то своих кураторов, знакомых, через которых предпочитали навести справки, что вот такая вот вещь. Ну, избави бог, из-за какой-нибудь одной покупки можно сломать себе жизнь и потерять вообще все. Вот было какое отношение. Поэтому это была одна страна. Когда все это полетело, знаешь, кверхтормашками, и все перевернулось на 180 градусов, сразу взоры всех воров, жуликов обратились, так сказать, к государственному имуществу. Как мы понимаем, одни там прикармалили заводы, газеты, пароходы. Да. Ну, а другие не претендовали на какие-нибудь металлургические комбинаты, а считали, что их и пара картин вполне устроит из музея. Им этого хватит. Ну, и когда это вот стало приобретать уже системный характер, увидели в этом систему, то министерство приняло решение о создании подразделений специализированных по антиквариату, потому что они имеют действительно свою специфику, свою направленность. Раньше кто занимался БХС, если это были признаки хищения, и уголовный рост, если это была кража, допустим, украли что-то там из Эрмитажа, ну, выезжали туда сотрудники милиции, определялись там, и расследовали, как расследуются обычные кражи. Ну, с разной степенью успешности, но, как правило, неплохо, потому что профессиональные были крепкие, надо признать, ну, и возможности были тоже соответствующие. А потом, когда вот такое перемещение огромных групп людей, беженцев, мигрантов, огромное количество сюда приевших из ближнего и из дальнего зарубежья, эмигранты, иностранцы, понимаете, все это, часть сотрудников ушла из музеев, их часть приняли на работу новых людей. И все вот это вот взбаламученное такое вот состояние общества, оно, конечно, способствовало хищению и организации разных комбинаций. Я думаю, о многих нам сейчас еще неизвестно, а некоторые еще и не выявлены из них. Нам только предстоит узнать. И вот было создано это подразделение. Это именно для того, чтобы смотреть за преступлениями, связанными с музеями, было сделано? Вы знаете, конечно, нет. Конечно, в том числе и то, что касается частных лиц, но надо понимать, что в советское время основная направленность была все-таки на государственное имущество. Человек стоял на втором месте. Конечно, если у него украли какую-то ценную вещь, или это сопряжено было особенно с насильственными действиями, каким-нибудь человека убили, человека покалечили, то, конечно, расследовали серьезные ценные вещи. И ценная вещь она могла контрабандным путем куда-то уйти. И работали, работали. Были же серьезные нападения на коллекционеров, по которым работали. Ну, начнем с того, что я уже говорил, что крупные коллекционеры, во-первых, все так или иначе сотрудничали, имели знакомых генералов каких-то там, имели знакомых сотрудников госбезопасных, ну, и обращались потом к ним, и, естественно, как бы дело начинало приобретать какой-то ход. Мало кто не обращался, никуда это надо уже там было. Ну, темные вещи пропали, какие-то краденые. Ну, кто же пойдет заявлять, в конце концов. Но, как правило, вещи были у людей довольно честные в советское время. Довольно честные. На них клали жизнь, но люди не боялись. Они выставляли свои предметы, выставки организовывались. Помните, даже стоял вопрос о создании музея частных коллекций, он именно тогда возник, что у людей было что показать. Но они уже потом поняли, что это не нужно, что это там засветка может быть лишняя, неприятности какие-то. А в принципе-то почему нет? И многие были готовы показать. Там были коллекционеры мебели, были коллекционеры миниатюр, старинных картин, самоваров. Ну, мало ли чего люди собирали книг, какие книжники были прекрасные. И стали потихоньку это все приводить в систему, создали подразделения. Ну, а преступления не заставили себя ждать. Все-таки я считаю, что 90-е годы – это основной период, когда громкие дела прогремели. И вспоминая там из них, много чего можно вспомнить. Некоторые прошли незаметно для общественности, некоторые так в свое время гремели, как, допустим, кражи из публичной библиотеки, когда было похищено там несколько сот древних еврейских рукописей и уникальных изданий. Такое дело тоже было очень тяжелое, скользкое, нудное, в том плане, что следы уходили в Москву его крупным заказчикам. И там, да, небезызвестный Якубовский Дмитрий, если кому-то эта фамилия что-то говорит, это бывший адвокат, председатель коллегии, адвокатская, значит, контора какой-то в Москве был, а до этого он был председателем комиссии правительственной по вывозу имущества советской группы войск в Германии. Представляете, что такое имущество советской группы войск в Германии в то время? Это миллиарды, не в рублях, как говорится, это миллиарды долларов, миллиарды марок тогда. Как он попал, это отдельная история. Ну, он не является, я думаю, секретом, что он имел очень плотное отношение, так понятно, что мы имеем в виду, с органами государственной безопасности, и выполнял их работу. Ну, не забывал и себя, у него были плотные связи с еврейской диаспорой, вот, были люди, которые представляли, что надо брать и что вывозить, то, что стоило буквально. Ну, вот стоимость похищенного, посчитали порядка 150 миллионов долларов, книг, вот, по тем ценам. Вот, он охрана осуществляли, его ближайшие, там, охранники, его были сотрудники комитета госбезопасности, девятки бывшие, это, вот, охрана высших должностных лиц. Вот, и он был, как бы, в конечном итоге к нему сошлись следы, как похищения. А украли самым обычным способом, в советское время сигнализации нет, ночью в центре Ленинграда там перепилили цепь на воротах автомобиль, где вот для транспорта, разбили стекло в окошке, вошли там и спокойно перегружали сумки, таскали их на улицу. Это сейчас везде видеокамеры, ходят люди, освещение. Раньше были плохо освещенные дворы, никто никого не смотрел, кто куда ходит, видеозаписи не было. Ну, вот, и поэтому... Попробуй найди, в библиотеке нужны тебе книги. Ну, им помогал бывший сотрудник библиотеки, который тоже эмигрировал в Израиль. Он прекрасно ориентировался, знал конъюнктуру, знал, что там, где и что лежит, где необходимо брать. Ну, тем не менее, преступление было раскрыто, в том числе сотрудники. Так же потом... Вернули, нет? Да, вернули, вернули. Но что-то они уже успели вывезти, там была договоренность, я помню, там связывались с Израилем. Какие-то там были брачные договора, очень редкие, которые сохранились в нескольких экземплярах в всем мире средневеково-еврейских, там на свитке такие. Вот, и так книги были редкие. Было вообще у нас, как бы, вот такая вот направленность была на редкие издания. Потом воровали вот книги, птицы, это вот альбом знаменитой «Птицы Америки», который в нескольких экземплярах известен, тоже сотрудник ходил, туда работник, вернее, читатель, и вырезал по одной странице, выносил, там у него была специальный плащ такой пошит, куда в большую подкладку можно было опускать. Тоже вывезли, тоже была долгая история. Ну, понимаете, раньше, как бы, не было видеокамер, но люди приходили, их записывали данные, и преступления не настолько хорошо готовились, чтобы изготавливать поддельные документы, там, и так далее. Как-то не рассчитывали на это преступники, им казалось, что и так сойдет. Ну, и часто сходило, действительно, с рук. Потом было очень громко, и мы очень долго тоже изымали эти документы, но они, конечно, не изъяты, их несколько тысяч похищены, это из... Ну, в принципе, я не могу даже музей назвать, который бы не был обкраден в той или иной степени, вот, из исторического архива нашего, где вот бывшее здание Сената Синода, где сейчас Конституционный суд. А раньше там был государственный исторический архив, он потом переехал здание, вот, и туда такой был известный вор по фамилии Файнберг, который уже судим был за хищение исторических документов, и за границей жил, потом опять приехал сюда, и давал объявление о покупке, и к нему обратился милиционер. Один из милиционеров принес какие-то письма, украденные там из архива, что охраняем, то и имеем. Ну, тот был далеко не глупый, сразу смекнул, откуда эти документы, в два счета, как бы, подбил этого милиционера на преступную деятельность, сказал, давай, и стал, так сказать, ходить по вечерам, начальник в этот архив, сотрудник милиции отключал сигнализацию, запускал его до утра туда, и тот резвился там, как мог. Похищено в итоге несколько тысяч документов было, там очень земской почты редкие, экземпляры, очень много филателии, материалов по филателии, конвертов, цельных вещей всевозможных, марок отдельных. Тогда сейчас филателия упала, а тогда она была еще на подъеме, так сказать, вот он сейчас здесь. Плюс там документы были похищены, очень много наградных, которые вот и ходили среди коллекционеров, и я в том числе, так сказать, их изымал, там, когда предлагали, там, ну, как бы, я уж не задерживал человек, но просто предлагал, говорю, это документ похищен, из архива сдать-то его. Но они, в принципе, недорого и отдавали, я удивляюсь, потому что, ну, по 100 долларов они ходили там на руках, там, предлагали, но это было очевидно, допустим, императорский указ о награждении. То есть, императорский указ это просто лист бумаги, на котором сверху написан указ, и перечисляются там офицеры, которые, допустим, награждаются там золотыми саблями за храбрость, там, ну, 15-20 человек, ну, и подпись императора, там, Александр или Николай. Просто понятно, что указ капитула орденов, он не может быть в свободном обороте, он может быть только в делах капитула. Император его подписал, передал в капитул, и на руки он никак попасть не мог к частному лицу. И они были все бритовы и вырезаны, так сказать, из дел. Они в Германию ушли, там владелец магазина, который там сначала несколько тысяч марок дал ему, потом смекнул, что такие императорские письма не могут валяться где-то. Но он обратился в посольство наше, посольство связалось, обнаружили. Ну, честно говоря, надо еще сказать, что в музее, если бы не пошли вот от вещи от преступления, я думаю, до сих пор никто бы не знал, что они пропали. Такие огромные объемы хранения и настолько, так сказать, специфические, и их никто не проверяет, их, может, не открывали с царских времен эти дела. И они, я уверен, что сейчас далеко не все это выявлено. То, что вот выявлено, да, что ревизия. Ну, слава богу, во-первых, то, что они не знали, куда еще можно идти, милиционер не ориентировался, что где хранится в фондах, потому что были намного более ценные документы и вещи и более ранних периодов, и до Петровского периода, Петровского. Вот. Но они не знали и брали вот эти вот вещи. Вот. Фамилия милиционера была Беспамятных, по-моему, Беспамятный или Беспамятных, такая смеялись еще. Вот. Файмерк скрылся, уехал, естественно, в Израиль. Вот. Милиционеру дали много тогда, помню. Ну, и, в общем, до сих пор мы и замаем, расхлебываем эту историю. Потихоньку. Ну, кстати, хищения большие были не только у нас, из всех архивов, к сожалению. И, ну, вот я не слышал, не знаю позже, потому что ходили документы по рынку, явно похищенные из Москвы, из центральных каких-то архивов, документы с автографами Сталина. Вот. Они довольно дорогие, так сказать, потому что сталинские автографы, ну, тоже в гражданском обороте не должны находиться. Вот. И их тоже натаскали, и я не слышал, честно говоря, что там какое-то дело было по этому поводу. Может, и было, не знаю. Но знаю, что ходили и в значительном количестве приказы, подписанные Сталиным. Архивы, конечно, наши пострадали здорово, и надо еще разбираться и разбираться с этим. К сожалению, музейные архивные работники очень не любят выносить ссоры из избы. Вот этот вот. Не при нас пропало, не нам тут и обнаруживать, и мы же останемся крайними. Это очень популярная позиция, и с этим не раз приходилось сталкиваться. Это вот, что касается таких краш из архивов. Из библиотек, естественно, естественно, и библиотеки пропадали, воровали книги. Когда обращались к нам, когда нет. Много пропало, когда заливало библиотеку Академии наук на Васильевском острове. Туда кинули волонтеров сразу на спасение. Набежала огромная толпа, которая там помогала. Большинство людей, конечно, честно, помогали там, сушили книги, развешивали их, потому что, когда заливали водой, залили, конечно, все. А что такое вода для книг? Это смерть. Конечно, это сразу плесень. Это разбухает их, и надо прокладывать страницы. Ну, там целая история. Вот на веревках сушили. Ну, а многие нагрели, конечно, руки на этом, пользуясь тем, что, конечно, при такой неразберихе никто не может определить все. Ну, вот. И некоторые там, конечно, какие-то книги тоже пропали. Это вот все сопровождает. Это тоже. Там искали какие-то с разной степени успешности. Ну, потому что новые кражи возникают. Понимаете, состав отдела порядка там 10-12 человек там, по-моему, был первоначально. Вот, сотрудники работали, которые потом там тоже руководством стали. Пантелеев, который потом стал начальником отдела, когда не стал Феоктистовым. Ну, толковый, который, сотрудник очень, который потом в службе безопасности возглавлял Эрмитажа. И после работы там Юденков Евгений, Хажаинов. Ну, такие, да. Я спутал, Хажаинов возглавлял, да, службу безопасности Эрмитажа, да. Ну, вот, тоже такие, толковые сотрудники, очень большой вклад на хищение музыкальных инструментов. Там, я помню, как скрипку возвращали. Ну, вот, потом был, конечно, огромный скандал, связанный, то, что любят там, журналисты, или все это вот, из крупных музеев. Ну, вот Эрмитаж, допустим. Эрмитаж, это же миллионы единиц хранения, многие из которых, так сказать, ну, только хранители знают, что у них находится. И особенно вот советское, это время, когда там целые, знаете, мы часто этим гордимся, и говорят, что вот, целая династия, у меня дедушка работала, там бабушка работала, мама работала, теперь я работаю. Ну, вы знаете, это создает ненужную семейственность, на самом деле. И такое, как бы, вот, не очень ответственное отношение к работе, когда постепенно, государственное хранилище и музей воспринимают уже, как свое собственное тут, и типа того, да, меняется отношение. И хоть пытаются говорить, что это же хорошо, но знаете, иногда это плохо, мы с этим столкнулись. Вот, это вот дело охищения вот этих вот, когда несколько сот вещей пропало, и я вовсе не уверен, что все они похитила, именно завадская покойная, хранительница, которая, да, действительно выносила вещи, у нее там она нуждалась, и были свои семейные у нее дела, и вот она выносила то, что, в принципе, даже к профилю Эрмитажа не относится, там, русское серебро, там, конца 19-го, 20-го века, ну, Эрмитаж, это и музей, в общем-то, западноевропейское искусство, его основная направленность, но там много всего разного, то, что относилось к царскому периоду, к вещам царской семьи, и, в частности, там пропали иконы, помню, которые были, принадлежали царской семье, которые им дарились. Сама царская семья довольно скромна была в иконах, и не была специалистом в живописи, там, и в иконописи, но что такое хорошие иконы, понимали, но у них, как бы, если мы посмотрим, то были иконы самого разного свойства, от каких-то редких, уникальных, там, чуть ли не, византийского письма, до, буквально, там, каких-нибудь Жако, там, понимаете, литографий, на стеночках висели, то, что им подарили, там, изображено, то есть чисто христианское отношение к иконе, любая икона, это вот святое изображение, ведь мы молимся святому, вот, и они не смотрели, там, на драгоценность оклада, хоть, конечно, понимали в этом толк, но, вот, и часть этих икон, которые представляли, несомненный интерес, дарили сотни икон на праздники, на дни рождения, и так далее, на коронацию, вот, заказывали специально, они осели в Эрмитаже, вот, прекрасная работа, это очень востребованный материал на антикварном рынке, вот, иконы какие-то она взяла, пропали потиры замечательные, которые, не поймешь, зачем нужны, там, русские потиры Эрмитажа, там, 19 века, ну, вот, ну, отлично, ну, представляете, какого уровня, там, Сомалю, с золотом, так сказать, с драгоценными камнями, пропали вещи, много чего пропало, пропали вещи в Эрмитаже, некоторые, которые были, там, часы и подвеска, помню, такая, в виде божьей коровки, много чего, куда она это все девала, и сколько она выносила? Она сдавала в антикварные магазины, нашего города, нет, не боялась, а вещи нигде не засвечены, что говорится, она приходила, сдавала, понимаете, по большому счету, каждая вещь в отдельности не представляла что-то такое, что тут магазин испугался, там, ну, подумаешь, ну, портсигар, там, какой хороший, там, ну, подумаешь, какая-то там, вещь Фаберже, подвеска, ну, в конце концов, эти вещи проходят через любой антикварный магазин, пусть не часто, особенно тогда, когда вот много носили, ну, и они, честно говоря, там произошел вообще казус, что императорская, там, одна из подарок царской семье, икона, такая очень красивая, уже не помню, большая, по-моему, собор Богоматери, да, или Покрова икона, ну, не важно, такая многофигурная, большая, в роскошном окладе, такая она ее принесла, и магазин ее с дорогой душой напечатал в рекламе своей, там, выставил на витрину, так сказать, как лицо магазина, и она довольно долго была, пока не обнаружилось, что это икона-то с Эрмитажа, вот, ну, и магазин как бы перепугался, вот, мы сидели, тоже тогда думали, магазин только просил, чтобы его никак не засветили, что иначе там обыска, изъятие, тут такая плохая слава, вот, и все думали, как, взяли эту икону, я помню, и придумал начальник отдела, что тогда, что давайте, что граждане позвонили, что икона лежит там, где-то в мусорном контейнере туда, и вот мы там, это положили икону, в этот мусорный контейнер, я туда под видом сотрудника, там, в этой форме подошел, двух понятых позвал, достал ее оттуда, естественно, никто с этого контейнера глаз не спускал, это Бог, икона какая-то лежит, тут осталось протокол, вот эту икону отнесли, да, вот икона оттуда, вообще, надо сказать, что вот в этих преступлениях, вот понимаете, я, поскольку специализировался на раскрытии убийств, в основном, вот, раскрывать убийства дело хорошее, как говорится, наказывать убийцу, взымать их из общества, но раскрытие преступления, убийства, оно не возвращает, к сожалению, человеку жизнь, вот можно вернуть машину угнанную, можно вернуть вещи похищенные, в конце концов, то по количеству человеку может даже здоровье какое-то, но вот раскрытие убийства, к сожалению, не может вернуть человеку жизнь, мы как бы вот восстановим, так, человеческую справедливость какую-то, но вот чего мы не можем, то не можем, а в раскрытии преступления в отношении антиквариата, иногда важно, бывает, ну, одна из задач, не столько найти даже преступников, как вернуть вещи, понимаете, этот преступник, со всеми потрохами своими, со всей комнатой в коммуналке, и с родственниками, не стоит того предмета, ну, так вот, для культуры страны, как этот предмет, иногда приходилось идти на то, что вот, производить какой-то размен, понимаете, иногда вот бывает, что человек, вроде как, его привлечь нельзя, но можно его загнать в угол, и заставить выдать, вернуть предмет, ну, уж там как получится, удастся его привлечь к ответственности, там, хорошо, если мы сумеем доказать, а нет, но мы хотя бы вернули предмет, и это иногда перевешивает, так сказать, вот, когда мы определяем, что здесь делать, можно задержать чека, но потом замкнется, и мы никогда не узнаем, где эта вещь, ну, а можно ему сказать, давай ты возвращаешь вещь, а мы, как говорится, тут уже решим, как бы тебя тут простим, может быть, своими силами, это может не совсем правильно, но иногда такое приходится, на это идти, чтобы не потерять памятник истории, памятник культуры, но иногда могут с перепугу просто уничтожить, но как, допустим, погибла икона Казанской, Казанской Божьей Матери, понимаете, как раз об этом подумал, да, понимаете, и в конце концов, Бог-то с ним, с этим Чайкиным, тогда, да, по-моему, его фамилия, вот, он менял фамилии, да, с Кварцов, он был Чайкин, да, птичья фамилия, да, и в конце концов, изъять бы эту икону, и Бог-то с ним, и в конце концов, можно ему этот оклад оставить, если бы удалось, так сказать, что-то вот, вернуть каким-то образом, но все промыслительно делается, что мы тут будем. Ну вот, иногда приходится идти на такие вещи, так же, как вот получилось, допустим, с картиной, которая пропала из Эрмитажа, вот, купальщица в бассейне, да, французская художника 19 века, заказанная императором Александром, вот, ее просто, вот, многие преступления совершаются ситуативно, или, как говорится, на ХАПОК, но сейчас, конечно, при таком количестве видеонаблюдений, установлены сигнализации, электроника вперед очень сильно шагнула, раньше, все-таки, сигнализация была такая, достаточно дубовая, эти провода тянули, она иногда отказывала, сейчас, конечно, совсем другой уровень, и поэтому стараются все обезопасить, засигнализировать, ну, и то, вот, помните, недавно в Третьяковке, вот, эта кража была, когда просто взяли, досняли эту картину, не беря в голову, так сказать, сдернули и сумели вынести, вот тебе и, казалось бы, Москва, центр города, вот, и миллионы долларов, потраченные на системы безопасности, ну, вот, а раньше-то вообще такого, как бы, не было, и очень много преступлений, вот, как эта, ее просто не засигнализировали, потому что по уровню работников Эрмитажа, ну, слушайте, ну, кому этот француз, маньярист, какой-то там, 19 века, ну, уже, она нависела, и человек просто посмотрел, в зале никого нет, грубо вырезал, чик, в четыре движения, холст этот, скрутил и вышел, вот, понимаете, и долго лет потратили, как потом в печати писали, и по телевизору говорили, что кто-то принес, неизвестный, и отдал ее в Государственную Думу, там, к честным людям, коммунистам, хоть на самом деле было потрачено довольно много оперативных усилий, чтобы загнать эту ситуацию, вот, в положение, когда человек решится избавиться от нее, когда он поймет, что ему стало некомфортно, он, конечно, мог продолжать владеть, тайно владеть, но создать вот некомфортную ситуацию для преступника... А как вы выявили? Ну, это уже оперативная работа, понимаете, ведь это тоже, вот, что является мотивом, некоторые вещи не находятся, некоторые вещи находятся, те, которые носят корыстный характер, их, как ни странно, раскрывать легче всего, такие преступления, потому что преступник старается заработать денег, вот, а заказных преступлений не так много, то есть, вот таких вот маньяков, которые, вот, страстно желают иметь этот предмет, и организуют целую преступную группу, что, вот, мне вот нужна, там, не знаю, вот эта чашка, это, там, не знаю, эта картина, а иногда, ну, вот, что удастся, вот, как раз же, допустим, в русском музее, которая была тоже, так сказать, часто преступникам, вот, как говорится, наглость второе счастье способствует, да, вот преступная группа проникла через ворота, прошла, пользуясь тем, что со стороны Михайловского садика шел ремонт, вот, влезла в окно, причем, зная, что нарушает периметр сигнализации, но знали, что охрана находится в совсем другом крыле русского музея, и пока они сообразят, пока они дойдут, нам пяти минут хватит, там даже другой охранник рядом музея этнографии видел, но там забор, ну, и не решился, и, кстати, правильно сделал, потому что преступники были вооружены, на самом деле, они были с пистолетом, и, в общем-то, были готовы применить оружие, у них вообще разные кражи были, и квартирные, в том числе, и кражи, и разбой, вот, и они решили взять, и досталось бедному Перову, они взяли его этюд один, и взяли небольшую картинку, помню, мы ее привезли в отдел, когда на Гродницк, ну, как говорится, не в обиду Василию Перову, там не на что посмотреть, потому что, знаете, одно дело, когда предмет смотрится в зале музея, издалека, так сказать, под разговоры с руссотом, а когда держишь полотно в руках, так сказать, вынутые из рамы, то, как говорится, как промокаешь, так и я могу, вот, ну, действительно, это, конечно, шутка, вот, ну, вот, потрачено были тоже определенные усилия, а зачем, а так мы шли вообще, что удастся взять, а когда они взяли, они вообще стали думать, ну, и что теперь с этим делать, понимаете, вот это вот, часто такое случается, так же, как вот была кража, эрмитажная, там, египетская, небольшой такой чаши, вазочки, помню, ее украл электрик бывший, ну, он как бы знал, что там не засигнализирована витрина, вот, и взял, и у нее потом дома нашли, зачем, но он даже не задумывался, по большому счету, а почему ее, вот, третий век до нашей эры, это редкая сохранившаяся такая, с украплением, там, золота, фольги, такая чашка была, такие преступления вот раскрываются, которые связаны с работниками, которые внутри находятся, которые сами имеют какое отношение, и очень тяжело, когда это просто совершенно случайный человек, вот, неожиданно делает, вот, допустим, знаменитая кража, тоже сотрудников, как, не печально часто сотрудники оказывались, но, вы понимаете, это было время, когда люди очень нуждались в деньгах, деньги были нужны, денег не платили, были, постоянно шли задержки зарплаты, вообще музей на работнике не самые богатые, так сказать, у нас, вот, сословия, ну, и, да, люди обращали иногда взгляд на то, что есть, и вот эта вот очень печальная история, с музеем истории города, с сотрудником музея, с молодым, который пришел туда, выпускник, из ФАК, это, по фамилии, да, Бог в памяти, Карасев, да, они, значит, сначала начали таскать потихоньку монеты, которые были в музее, там была хорошая коллекция монет, потом стали таскать советские ордена, причем сначала пытались делать замены, ну, взяли один орден, а взамен на него положим копию, вот, кстати, это безошибочное дело, и даже плохая копия в музее всегда будет воспринято положительно, главное предмет на месте, все, а уж какой он, это нет, видите, он не пропал, он на месте, и всегда можно сказать, ну, послушай, смешно, такая была, да, нет, вот, что у нас было, ну, что, я его помню, вот он лежит, а что не так, вот, вот, а вот когда, да, ее сначала они пытались заменять, я помню, вышел и общался с несчастным ювелиром, которому они заказали орден Кутузова, второй степени, зачем-то изготовить, и он, ну, а что такое, он простой серебряный орден, но он сделал отливку с него незамысловатую, отдал, а потом к нему в итоге пришли с обыском, поместили его под арест, на три дня и его жена, помню, ходила, говорю, ну, что же такое происходит-то, он же, это его работа, он же ничего не знал откуда-то, ну, тогда хватали, как бы, всех, так что можно вот так вот попасть, под раздачу было, ну, мы его отпустили, конечно, вот, потом, как бы он свидетелем проходил, вот, а они, потом аппетит пришел во время еды, музей истории города, в него передавались редкие награды, там пропали ордена из Ушаковой первой степени, вы понимаете, что, а сбывали они их через, антикварные магазины, Ушаковой первой степени, он стоил порядка 100 тысяч долларов, насколько я понимаю, тогда дороже, там был Суворов первой степени, там Нахимов был первой степени, там были хорошие ордена, на самом деле, там было хорошее оружие, как мне говорил директор одного из этих магазинов, когда, говорит, мне принесли коробку с пистолетами, дуэльными, и я, как бы, мы ее купили у них, но они недорого продавали, вот, и, говорит, я ее смотрел, улюбовался, какая коробка, такой уровень, а потом листал какой-то каталог выставки, ну, выставка в каком-то из наших музеев, там, и когда я увидел там эту коробку на фотографии, я понял, что за нами придут, рано или поздно, так, она, говорит, это оказалось, я говорю, ну, а что же вы не отказались, ну, вот, да, надо было сразу обратиться, что же, вы же понимаете, что, откуда эта музейная вещь, к вам ее вдруг принесли, ну, тем не менее, вот, жадность пересилила, ну, а к ним действительно пришли, и вот он так воровал, воровал долго? Так они воровали долго, к сожалению, там был круг, имели отношение реконструктор, но мы ездили по обыскам, по многим очень тогда, изымали какие-то остатки вещей, самые дорогие вещи, конечно, ушли за границу, вот, утекли такие, шаков, извините, да, понимаете, они ушли за границу, что-то изъяли, помню, там, клинок шпаги, Байершинова, так, ну, в таком виде, он ржавый уже был, там, в златоустском музее, Байершинова осталось 4 предмета, да, вот, потому что музей златоуста, он был просто полностью уничтожен, но в 30-е годы, то есть, то есть, в советские, да, 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 вот, ну, вот здесь вот было клинок шпаги, у них лежал, правда, он такой ржавенький был, уже такой, тем не менее, вот, Байершинова полина вещь, вот, изъяли, тоже у них еще что-то там, да, удалось вернуть, немного, вот, но, тем не менее, вернули, ну, самое главное, что потом они уже вошли, это, а, как начали, как узнали, и как стали распутывать, к нам в милицию пришли сотрудники музея с заявлением, что у нас пропал сотрудник, пропал человек, просим найти, мы волнуемся, он молодой, хороший, это наш лучший сотрудник, найдите, вот, ну, а с чего начинаешь искать, идешь домой, обычно узнать, что по месту жизни, пришли, обнаружили его пьяненьким, так сказать, а тем временем сотрудники, как бы, вошли туда в фонды, стали смотреть, и увидели, что там гуляет ветер вольный, так сказать, хлопая дверями, так сказать, пустых шкафов, и только тут они протерли очки, и удивились, собственно, а где же все-то тут, причем они его защищали, они написали письмо в его защиту, его всячески выгораживали, и директор музея, вот, и столь сказал, что мы его возьмем назад, пусть он сидит, мы его примем на работу, но это, дальше, дальше ехать некуда, да, понимаете, здесь было, а там вокруг него была, там один был, там ранее судимый, сосед его, который, так сказать, дал ему добрый совет, что когда тот сказал, у нас какая-то комиссия должна прийти, тот сказал, надо гаситься на дно, и они сели бухать, и он больше не пошел на работу, все, а как к нему не пришли, да, и стали разбираться с этим, да, и долго разбирались, были суды, пересуды, и в итоге там половину отпустили, половину оправдали, потому что там что-то было не так закреплено, по доказательствам, короче, музей потерял массу уникальных предметов, они каким-то богом там понемножку отсидев, так сказать, предварительные вышли, вот, и в итоге имеем то, что имеем, да. Ну, конечно, это выпиющая ситуация. Да, потом они тащили вообще вещи, которые вообще непонятно кому нужны, типа автомат Жданова, там, с серебряной табличкой, там, секретарю обкома Ленинградской партии, там, товарищу Жданову, от трудящихся такого-то завода, снаряд реактивный от «Катюши», помню, в отделе стоял огромный, вот этот двухметровый, ну, кому он нужен, ну, и как вообще можно было с территории музея, из Петропавловки, вытащить снаряд «Катюши», не, может быть, просто им понравилась задача, сложность задачи, они решили ее. Ну, и много всего такого, вот, некоторые просто ненужные вещи, которые даже просто, ну, вот, их просто не продать, они не нужны, какие-то, какая-то ржавая винтовка, ну, кому она нужна, нет, ну, простите, во-первых, я лично видел таблички с наградного, с подарочного оружия Сталину, которые продавались, они прекрасно уходили, то есть, вот, ну, табличка с подарочного оружия Сталину, прекрасно уйдет, может быть, но, отдирать ее, так сказать, здесь от автомата, ну, а куда автомат девать потом? Это же вопрос 2, статья другая. Тогда еще не было вот этого, охлощенного, списанного. Ну, 222-я статья, это все-таки 222-я статья, а табличка, это табличка, что-то табличка, это уже, да, ну, неважно, не в этом дело, мы сейчас детали вдаваться не будем, но, по крайней мере, говорю, что потом они просто потащили, ну, не знаю, только что мебель не вынесли еще оттуда, непонятно зачем. Ну, человек был хороший, директор музея, ну, не знаю, может он сейчас и работает, дай ему бог здоровья, там, как говорится, ну, в общем, да, но пропало много и пропало много хороших вещей, которые вряд ли музей когда-то сможет восстановить, даже приблизительно, но моряки об этом не грустят, там, я понял, вот, это что касается вот этих музеев наших, ну, и другие какие-то были, вот тоже, вот, ну, вот такие вот кражи были, периодически приходилось, как-то вовлекаться, заниматься, помогать, так сказать, делать оценку, ну, и естественно, оперативная работа, потому что у меня много было связей, каких-то, кого-то привлекать в помощь, к ним, к ребятам, так сказать, ну, вот основные такие, которые вот в памяти остались, я уже тоже все не помню, прошло, слава богу, четверть века, с этого времени, вот, но потом пришел новый начальник туда, после Пантелеева там был, Кириллов тоже очень толковый сотрудник, но мы уже меньше, потому что, ну, и я уже отошел, мне, так сказать, это бегать было уже, не очень интересно всем это заниматься, вот, кражами этими, ну, и вообще, как бы товарищей друзей стало меньше, я на пенсии кому-то помогать, мне там уже не очень интересно было, навоевался, но кражи все равно продолжаются, мы знаем периодически, и, конечно, неплохо бы было провести вот ту инвентаризацию, о которой все говорят, потому что, сколько я помню, после таких крупных хищений или шумных дел, сразу возникает о том, что надо проверить вот состояние фондов, и еще ни разу это не привело ни к каким результатам, потому что все-таки музей это закрытый мир, который крайне не любит выносить ссоры из избы, и который всегда, как бы имеет возможность все это заземлить ситуацию, канализировать куда-то, скрыть, найти каким-то, прикрыться старыми актами, документами, и никому не выгодно поднимать по этому поводу шум, потому что это всего лишь показывает, что вот бардак у нас есть, а порядка у нас нет, и поэтому тяжело работать с музеями, тяжело работать с музеями, было время тоже, вот оружие украли, взяли, и зачем-то арт-музей передал старинное оружие для выставки одному из ООО, ну оно занималось спецматериалом такое, оно занималось как бы изготовлением снаряжения военного всевозможного, ну и решили просто по договору взять на экспозицию и свой офис украсить там бердышами какими-то, помню, там секирами, топорами, кольчугами, и так мы взяли, ну конечно вещи не бог есть там не уникальной стоимости, но все равно старые, хорошие, старинные вещи, и вот у них утащили тоже, и тоже была целая работа нам проделана для того, чтобы вернуть сотрудниками отдела, чтобы вернуть эти вещи, так сказать, воруют обычно охранники, сотрудники, часто очень, вот сами музеи. Вопрос такой вот, коллекционер купил краденую вещь, что он дальше должен делать? Ну надо, во-первых, определиться, что дальше делать, нужна ли она ему, нужны ли проблемы, и опять, что считать краденой, как он узнал, если об этом сказали по телевизору, ну надо ее, конечно, в общем-то вернуть, потому что дело приобрело большой резонанс, и шум будет, и так далее. Если человек предполагает, что эта вещь может оказаться краденой, ну надо осторожно навести справки, так сказать, действительно ли это так. Допустим, вот он убедился в том, что эта вещь краденая. Дальше какие его шаги? Надо подумать, во-первых, не спешить. Я думаю, что надо, в зависимости, опять же, от стоимости вещи, если он потерял какие-то огромные деньги, ну лучше ее попытаться, может быть, ну это такой же практический совет, вернуть тому, кто ему дал, и сказать, друг, мне такие вещи не нужны, и имей в виду, что если меня спросят, я вынужден буду сказать, а ты мне верни мои деньги, ну потому что иначе он потеряет все. Ну это как один из вариантов. Если это, ну здесь нельзя дать единого, если это преступление связано с чем-то из ряда вон, выходящим, там из крупного хранилища, государственных ценностей, известного музея, там сопряженное, может быть, даже с убийством, конечно, это надо сразу идти в полицию, а там его будут потом прессовать, когда он принесет этот предмет? Ну может быть, немножко и попрессуют, но вы поймите, что это всяко лучше, чем к нему придут потом, и так далее. Некоторые, конечно, поступают так, что я не знаю, предмет спрятан, так сказать, вещь убрана, но люди зря вступают вот в такие вот рискованные вещи, надеясь, что авось обойдется. Но есть, бывает, природная жадность берет в людях вверх, это правда, но понимаете, у полиции существует много всевозможных мер воздействия и контроля за человеком, для того, чтобы организовать ему неприятности и подвести его к мысли, что нужно это сделать. Поэтому я не думаю, что это правильный путь. Вообще, конечно, когда покупаешь какие-то редкие, ценные, интересные, такие явные вещи, ну лучше, конечно, взвесить, проверить провинанс, как говорится, откуда, чего. Не всегда можно, но, понимаете, допустим, картина Рубенса просто так не появляется ниоткуда. Значит, появляют. Я знаю, да, я знаю, да, историю, но, опять же, без атрибуции это не Рубенс, а атрибуция это уже совсем другая история. Вот. Так же, как, допустим, вот история тянущаяся до сих пор с Брюлловым, да, с картиной «Христос в гробнице». Не знаю. Нет, ну посмотрите потом эту историю. Когда человек ввез сюда совершенно официально из Германии картину, вот, и по формальным признакам к нему придрались, по чисто формальным, он ввез ее на экспертизу, что он там чего-то не так оформил, да, у нее ее изъяли, возбудили дело за контрабанду, дело это тянется уже там больше десяти лет. Ну, я так, вскользко, я не имел никакого отношения к этой истории, ну просто, ну вот, ну человек, видимо, тоже пробивной со связями, и вы понимаете, что эта картина стоит очень дорого. Ну, Роль Брюлов, это где-то 5 миллионов долларов. Ну, да, тем более она в очень необычной технике написана, ну вот, так, да, ну и, короче, государство решило оставить ее себе, музей, и человек дошел до Верховного Суда, у него есть решение Верховного Суда Российской Федерации о возврате ему картины, и он приходит там с приставами, а ему говорят, а мы все равно не отдадим. Вот вам пример Верховного Суда и высшего решения заказательного, видно, должен прийти непосредственно президент, понимаете, ногой открыть двери, так сказать, всех положить морду в пол. Это с другой стороны, это уже беспредел со стороны государственных органов или со стороны музея. Мы сейчас... А мы не знаем, понимаете, я как-то не очень верю, что музей настолько борзый, понимаете, возможно, здесь идет борьба каких-то ветвей на уровне вот равновеликих Верховному Суду, понимаете, что вот Верховный Суд принял решение, ну и я не знаю, кто бы решил, так сказать, нагло оспаривать это вот решение, обязательное к исполнению, к безусловному, дальше ехать некуда уже. Ну, вот, тем не менее, человек лишился этой вещи, он потерял уйму времени, сил, нервов и неясно в каком положении. И вот что такое, так сказать, бывает связаться с вещью и сделать неосторожный какой-то шаг, который тебе кажется, что все нормально. Конечно, могут приставать и могут организовать любые неприятности, поэтому, ну, я вам такой совет, вы знаете, ну, не надо связываться с вещами, с которыми вам было смертельно жалко расставаться. В конце концов, это всего лишь вещи, по большому счету. Вот так вот. Ну, не нужно. Ну, вот посмотрите на государя-императора, так сказать, страстотерпца Николая II. Он терял уйму, чего? Он потерял самое большое богатство в мире, которое есть, материальное. И, в общем-то, ни разу об этом не пожалел и ни разу, как говорится, там, не всплакнул. Для него ценностью была семья. Понимаете, он пытался сберечь ее. Ну, я так вот условно говорю. И вот пример там коллекционера, там, известного, так сказать, на Украине, который, там, его обокрали, и он два дня пролежал лицом к стене на диване и потом умер. Ну, вы знаете, ну, как ты, ну, не стоит того, чтобы у тебя не украли, вот до такой степени тосковать, горевать и впадать в уныние. Вот. И не знаю, это моя такая точка зрения. Я всегда как-то с вещами расставался довольно легко и по первости, по молодости. Я тоже так вот какой-то предмет возьмешь, там, выменишь удачно или там, купишь и думаешь, ой, какой предмет, и какая редкость большая. Поиграешь какое-то время, полюбуешься и остываешь, ну, и отдаешь его, в принципе, то ли в обмен думал, когда-то казалось, что вот это, вот оно счастье тут. А потом отдал, да и бог-то с ним, я вот здесь тоже товарищу своему. У меня осталось самое простое, так сказать, типовое достаточно оружие такое. Я бы не сказал, что золотое оружие, казачьи Шашко с первого года, это простое вещь. Ну, она не с золотым эфесом, понимаете. Ну, не с чего говорить. Да, я их видел много. Вот у нас был коллекционер умер, Лютов Саша, известный, так сказать. Вот у него были очень хорошие вещи. Ну, умер человек, разошлись эти предметы, довольно бездарно некоторые разошлись. Выяснилось, что там и подделок хватало, вот, так сказать, коллекции, которые никто, так сказать, при жизни, там, ну, не хотели портить настроение, оспаривать, так сказать. как сказать. Ему, да. Нет, я хочу сказать, вот и все. А предметы были нищета, моим примером, там, и рядом не лежали. У меня нет предела совершенства. Ну, вы понимаете. можно просто достать? Ну, можно. Вот, просто вот, вот на камеру. Вот, если это предмет подлинный, то, извините, это просто, там, я даже не знаю, что сказать. За взятие плохо у меня со зрением. Ну, за взятие ловче. 22 августа 1877 года. Ну, и что? Обычный клиночек, без всякой работы. Заленгеновский. Бронзовый эфес. Ну, заказали, может быть, он даже не настолько уж уставной, чтобы об этом говорить. Ну, так извиняйте, это шашка образца 1881 года с надписью 1777. Это через 4 года после награждения. Понятно, что это шашка, заменявшая шашку офицерскую 1938 года, которую человеку дали. Ему 38 года образца дали в 1777 году, а в 1881 сменился тип оружия. да, он или заказал, или сделал позже. Ну, как говорится, не знаю, у меня проходили золотое оружие, неплохое было. Вот у меня были прекрасные вещи, златоустовские ранние, и я их уступил своему товарищу, но вы его тоже знаете, лишь потому, что у него прекрасная коллекция. Он мне предложил недорого, честно говоря, он дорого не платит, и вы знаете, я имею возможность в принципе продать даже и подороже, я отдал лишь потому, что у него прекрасная коллекция. Это будет украшение, это будет дополнение, это будет там, где должно быть. Он моложе меня, и, как говорится, надеюсь, проживет подольше, и он, пусть они будут у него, понимаете? И я считаю, что мы все обменяемся, понимаете, мы все стоим на плечах гигантов, как говорится. В каком плане? Многие вещи, которые вот, я так сказать здесь, я знаю их историю. А вот нынешняя молодежь, когда с ними говоришь, с кем ты говоришь, вот это так, такого-то вещи принадлежало, это из коллекции, так, это бесполезно говорить. Эти имена, мало того, что ни о чем не говорят, мы уже говорили с вами, что изменилось сознание, ну, может, с такого, а может, не из такого, а что у него фуфла не могло быть в коллекции, ну и что? Понимаете отношения, я знаю людей, знаю их отношения, знаю историю вещей, они для меня имеют одну ценность. Вот вы тоже взяли, ну вот, если она подлинная, и у всех, ну а вы определите, подлинная она или неподлинная. Вот в таком, нет, ну тут понятно, что клинок настоящий, понятно, что можно настоящий. Ну вот вам, нету, что вы, какой не настоящий, вы хотите сказать, никто не сделает сейчас такой клинок, если захочет, на спор. Понимаете, но у нас город таких мастеров, понимаете, и таких вещей. У нас делались вещи, которые Бушуев позавидует, вот фирма Коваль, допустим, Бабкова, посмотрите, какой уровень вещей делали мастера, которых вы даже фамилии не знаете, что это за девочка расписывала. А уровень живописи, извините, это люди с высшим академическим художественным образованием, тем более они посмотрели уже вещи, там и Бушуева, и прочее, так сказать. Это сделано на прекрасном уровне художественном, на отличном. И если они не сделали что-то, и вы видите отличие, лишь потому, что они не стояли такой задачи, они не стали задачи сделать старую полировку, допустим, зеркальную. Но я знаю, как ее сделать, если надо, необходимо. ее никто не делает, вот все вручную наводят. А способ, так сказать, полировки в угле, там ленья, ну его не используют просто. Хоть он и дает именно вот эту вот зеркальную полировку, ну вот, ой, извиняюсь, которую они делали. Вот. Поэтому обсуждать подлинность, неподлинность, есть сомнения, нет сомнения, давайте разберем, давайте посмотрим, давайте взвесим. Но обращение к экспертам для меня является, ну, знаете, за исключением тех вещей, которые вот, ну, действительно не разбираешься. вот надо, давайте, ну, допустим, я в живописи не считаю себя серьезным человеком. Ну, конечно, могу отличить старое от нового, но сейчас уровень подделок такие, что эксперты, извините меня, не будем называть эти художественные галереи, серьезные, и музеи, они в заблуждение впадают. Что же говорить о нас, понимаете, когда нам попадает такой предмет? Его делал человек, который всю жизнь работал сам реставратором. Вот одна из проблем вот от коллекционирования, что вещи делают люди не просто какой-то жулик, который захотел заработать, вчера он там где-то деньги ломал у обменника, сегодня он решил, что я буду золотое оружие делать. Нет, это делают люди, которые либо сами были реставраторами или работают, либо являются крупнейшими коллекционерами. Они находят бригады людей, которые делают, и кладут перед ними подлинные предметы. И говорят, вот давайте-ка вот такую саблю ребята сделаем. И ребята смотрят, а он их поправляет и говорит, нет, нет, ребята, вот надо сделать так и так и так и так. И тогда рождается предмет, который мы с вами смотрим и не можем понять, собственно говоря, вот все правильно сделано, вот странно только, но вот ничего понять не можем. Вот в чем проблема, что всегда к изготовлению подделок очень высокого уровня разбора причастны коллекционеры, те, которые первыми бичуют негодяев, первыми бичуют изготовителей подделок, либо сотрудники музея, которые, так сказать, дают заключение сами, а потом к ним заходят черного хода, они говорят, все, вот приходите вечером, будем копию делать, как того же Филонова, так сказать, у нас здесь сделали в русском музее, вот, листы, вот, и другие тоже. И когда касается, к сожалению, музейное сообщество часто стеной встает за своих сотрудников, потому что уже происходит та же самая профессиональная деформация личности, когда вещи находящиеся, когда там Валя, Катя и Сергей, это наши товарищи, с которыми мы вместе детей крестили, и водку пьем, а вещей этих у нас, да их у нас тут, знаете, как окурков за бани у нас, у вашего Филонова, тут все мы будем из-за этого Валю обижать нашу, что ли. Понимаете, происходит и такая деформация, в том числе, об этом не говорят, но, к сожалению, это тоже происходит. И что касается, если уж мы коснулись темы там, оружия, у нас его море в России сохранилось, как выяснилось, когда его вылезло, и стали его подделывать широко, и я, как бы подбирая, очень боялся вещей первого ряда, потому что я был уверен только в тех вещах, которые, ну, не представляют интереса для людей, по большому счету. Ну, не нужно никому это подделывать, такую убогую какую-нибудь сабельку с ржавчинкой, с типовым клинком, да-да-да, вот что-то такое. Вот это да, там и ножен-то у нее нету, и кончик подварен, там неумело у нее, понимаете, но зато я вижу на ней следы огненного золочения старые, зато я вижу коррозию, которую не поделать, да, и пусть она будет, понимаете, а большим кораблям пусть большое плавание. Вот у меня было, как бы, там, пара-тройка предметов, которые вызывали интерес у моего товарища, который крупный коллекционер, действительно, и я ему уступил без всяких, как говорится, торгов, без ничего, и до сих пор об этом не жалею. Ну, может, я пожалею, когда деньги будут нужны, и подумаю, что вот, надо было, там, заработал бы на этом побольше, да и бог-то с ним. Вот. Раньше коллекционеры не на этом держались, понимаете, и я все-таки вот считаю, что вот старая Плеяда, у нее было более правильное отношение, чем у сегодняшних. Ну, хоть изменить мы ничего не в состоянии, и деньги страшная сила. Хорошо. Да. Что вас еще интересует? Ну, вот, если говорить о теме нашей передачи, это милиция и антиквариат, так скажем, я хотел бы просто еще задать вопросы по поводу кражи из церквей. Занимались этими преступлениями этот отдел или нет? Да, конечно, он тоже занимался. Были кражи из церквей, были кражи реликварий, я помню, с мощами святых его возвращали. Ну, это как-то вот мимо меня прошло, я не имел такого вот непосредственного отношения. Были кражи из церквей, но, к сожалению, вот, понимаете, тоже вот иногда, когда смотришь на эти картины, на иконы, вернее, простите, которые возвращают, у меня такое ощущение, что эти иконы собрали, извините меня, в какой-то заброшенной деревне, потому что они даже иконщикам не нужны, и решили их вернуть в музее. Потому что я не верю, что люди, которые занимаются контрабандой и вывозят вещи, искупают, что они вот это вот все, извините, вообще себе домой-то даже принесли. Икона, конечно, для верующего человека святой предмет, но когда какое-то на щепе облезлые краснушки передают в музей, мне неудобно и за музей, и за дарителей, их, ну, не знаю, но отдайте их в какой-нибудь открывающийся храм, пусть их старушкам раздадут, что ли, у которых дома их не осталось. Вот сейчас я только сейчас это понял, потому что я несколько видел передач, вы думаете, что их заменили в процессе? Ну, знаете, я не настолько толерантен, чтобы уклончиво отвечать, я думаю, что их просто украли, заменили, и... это же это поколение милиции уже происходило. Вы знаете, у меня был в истории такой случай, моей личной, я оперативно, так сказать, перекрывал одно время место скупку золота в городе, Ленинграде, стоял на улице, так сказать, контролировали места сбыта. Раньше было такое специальное отделение, 44-е, располагавшееся на Невском проспекте, которое перекрывало ломбарды, скупки, рынки, и работало по задержанию людей, куда раньше, сейчас же, это сейчас можно сунуться в любое место, в любой ларек, там куда-то прийти, в любой магазин, а раньше было очень неграниченное число, куда вор мог принести вещи. И люди шли на рынок, шли в магазин, в подсобку, там шли в магазин скупки золота, допустим, который принимал население, там, к варному магазину, их всего-то было 2-3 в городе. Там стояли, работали сотрудники милиции, не обязательно они были постоянно на улице, там, но они контролировали все, там человек, допустим, сдал вещи скупку, раз, сдал два, потом сотрудник работает с квитанциями, просматривает сдачи, смотрит, одна и та же фамилия, три раза попадается за месяц, он выписывает, переписывает сданные вещи, смотрит, где человек прописан, и мне приходило письмо, так сказать, я вот территориальном, когда работал сыщиком, инспектором еще уголовного розыска, когда была должность инспектора, не оперуполномоченный, приходило письмо, так сказать, из 44 отделения милиции, там, путем проверки ломбарда, такого-то установлено, что такое-то лицо трижды сдавало золото. Смотришь, смотришь по своим ориентировкам, так сказать, и часто очень раскрывали, у них были очень высокие показатели у 44 отделения милиции, они работают, да, ну, я отрабатывал, я смотрел у себя по карточке, смотрю, он, допустим, ранее судьи им не работают, то это уже основание посмотреть, а что у нас, собственно, в округе украдено по квартирным кражам, смотришь, да, все то же самое, так сказать, ну, вот у меня в книжке, кстати, описано один из таких случаев, да, но неважно, и тоже эту работу передали на землю, и поскольку я только перешел в подразделение другого района, и там, Выборгского районного управления, и там мне как бы не могли сразу найти какую-то должность, соответственно, сказали, слушай, пока вот по работе у нас обязательно, вот с нас требуют по перекрытию места сбыта на проспекты Энгельса, я говорю, ну, хорошо, мне все равно думать, мне в кабинете я сидеть очень не любил никогда, это на улице, думаю, контроля особо нет, можно всегда и отойти куда-то, и в конце концов я не обязан торчать, там пикет был на свой при нем, так сказать, комнатка, там сейф стоял, вот, и там у меня много задержаний было, там и воров, так сказать, всевозможных хищений, помню, производство тащили, рядом был завод по производству, торпед, для торпед, как известно, используется аккумулятор особой емкости, там с серебряными пластинами, и там тонна этого серебра шли на технического, ну, и, конечно, они тащили это серебро оттуда, и я их гонял, потому что это линия БХСС, направил сообщение в БХСС, БХССникам наплевать, потому что это не наши БХССники должны заниматься, а четвертое управление, которое работало по закрытым предприятиям, как бы, были специальные подразделения по закрытым предприятиям, они имели свою форму допуска и обслуживали, они отправили туда, тем, видимо, там это не нужно было, по каким-то своим соображениям, и потом вот так они мне раз в неделю приходили, купи техническое серебро, мужик, купи, я вижу эти пластины новенькие, там 4 девятки серебра, а мне оно как бы в показатели не шло, и гонял оттуда, ну, а потом решил их задержать, все-таки прекратить это дело, мне надоело, говорю, нет, я не буду покупать у вас тут по 100-200 грамм, соберите вес нормальный, вот приедет человек с Кавказа, и он у вас все купит, чтобы килограмм 20 было, ну, 20 нам сразу не набрать, ну, вы не спешите, наберите там, ну, нам неделю надо, ну, через неделю придете, говорит, ну, надо расплавить это, будем ночью плавить, я говорю, правильно, ночью плавьте, вот, и вот они шли вдвоем с этими огромными сумками, потея, откуда мужик, второй говорит, ну, это, наверное, из Кубачи, я говорю, ну, об этом мы не будем говорить про Кубачи, зачем вслух, да-да-да, мы поняли все, и вот они тащили с этими сумками, я говорю, ну, все, отлично, ребята, сумки есть, все, я вам верю, пройдемте здесь недалеко и деньги сразу получите, ну, а там отделение не очень далеко было, вот я их привел туда, двоих, они стоят, смотрят на табличку, там, 20 отделение милиции, говорю, пойдемте, пойдемте, тут все под контролем, вот их туда, и вот только таким путем я от них избавился, вот, потом я посчитал, там серебра было, там, моя зарплата ровно за 10 лет или там за 15, так сказать, это, ну, уж не знаю, что там дальше было, потом я переписывал эти все не так, постановить, аэропорта, там, что надо, то указать, указать, сколько там, а там все эти, крошивая это все, потом их финчасть ГУВД сдавать же надо, все эти ценности, они отпихивались от этих огромных тяжелых сумок, вы их сами не истите, ну, в общем, не знаю, всем надоело это, короче, вот так вот, а государство, там, какие-то деньги, буквально миллионы получались, потому что оно, очень чистое, особой очистки специально, ну, ладно, это так, история. Мы просто говорили о том, что, может быть, это подменка, когда милиция сдает. А, да, так вот, я стоял на этом объекте, и шла операция Арсенал, так называемая, по городу, когда требовалось изымать оружие, ну, обычно к этому времени все какие-то свои оперативные сигналы, там, подымали, у кого-то обрез хранится, там, у кого-то какой-то там патроны ржавые, у кого-то гранаты, и вот под эту операцию, там, изымали эти вещи, потому что должны быть показатели, а нет показателей, всех ругают, вот, и мне тоже, изыми чего-нибудь, изыми чего-нибудь, думаю, ну, не знаю, чего тут изъять, тут какую-нибудь, только ржавую гранату, можно где-нибудь найти за гаражом, там, но этот плохой показатель, там, чего же делать-то, ну, вот, никто не знает, вот, и как раз конец рабочего дня, и приходит мужчина, вот, и говорит, такой вот, с ребенком, как вспомнили, вы знаете, здесь нигде нельзя, вот, сдать, вот, золотая сабля, говорит, козлоса саблей, он показывает, какую-то затерханную, старую, эту саблю немецкого моряка, вот, такая, знаете, это, вот, если представляете, что я говорю, такая со львом на рукоятке, ширпотребная, довольная вещь, да, у него глазки такие, зеленые и красные, как ходовые огни судна, таким традиционные немецкие, их было огромное количество в отличном состоянии, когда разворовали арсенал флота, болтфлота в Калининграде, в Пилаву, да, они хранились с тех времен, и их так выдавали даже офицерам в качестве подарков, своим флотом, столько их там было, сотни, да, а потом, вот, в 90-е годы, их растащили, я помню, их предлагали, они в солидоле буквально, ну, в этой вот, в пушечном стали, в смазке были, ходили столько, а он принес, видимо, с фронта кто-то принес, и она в таком виде, за трапезном, и я думаю, шугануть его надо, но идет операция Арсенал, говорю, ну, ладно, пойдемте, завел его в пикет, оформил протокол изъятия, холодное оружие, все довольны, а потом нас ругают через несколько дней, что, говорит, ну, вот, зачем же вы так, вот, никаких показателей, я говорю, ну, как же никаких показателей, там, мы же изъяли, там, холодное оружие, у нас там потом кто-то, какое холодное оружие, нет показателей, вот, по нуля, ну, я потом подошел к начальнику отдела уголовного розыска, я не понял, а где же наш показатель-то, чего же я, ну, слушай, мы подарили начальнику РУВТ, эту саблю, ты же понимаешь, там, это, у него там какой-то там юбилей, ну, ладно, что ты, шум будешь, что ли, поднимать, там, подумаешь, и я так про себя, ты знаете, мне-то наплевать на эти показатели, по большому счету, у меня своя, как бы, линия работы, я оружием не вел, вот, но мне стало жалко, вот, этого мужика, я помню, который явно от нужды пришел, и он с ребенком еще шел, и вот, я его задержал, у него отобрали это все, может быть, он надеялся какие-то деньги получить, я думаю, господи, да лучше бы я ему там дал 50-100 рублей, честно говоря, за эту саблю, и чека неприятности, это обычное дело, к сожалению, хорошее оружие очень часто пропадало, пропадало, и иконы, я уверен, то же самое, я не имел отношения, вот, к изъятиям каких-то ценных, икон, просто не помню, ну, к сожалению, такое не редкость, но я не думаю, что мы граждан удивили этим. Да, ну, вообще, конечно, вспомнился анекдот, помните, наверное, да, когда на немецкой комендатуре написано, кто сдаст партизан, тот получит корову, кто-то выходит, приходит, сдает партизан, говорит, давайте корову, а ему пинком позад, а из комендатуры, вот он сидит, потирает ушибленное место, и говорит, да, нехорошо получилось, и ребят подвел, и корову не получил, но я сомневаюсь, что ему не дали бы корову, жалко, что немцам корову, выведут из любого двора, и скажут, вот тебе корова, сам возьми, а будут возмущаться, к нам зайди, вот, не в этом дело, конечно, но такие вещи бывали, ну, конечно, не так, может быть, это очевидно, или не так нахально, но те, которые вещи действительно ценные, понимаете, это не зря, эти разговоры давно ходили, и по пропажам бриллиантов, и по бриллиантам, которые пропали у Федоровой во время убийства, так сказать, когда было убийство, и по бриллиантам Буряцу, так сказать, какие-то слухи, мы же тоже с управления, с главного управления уголовного розыска приезжали сотрудники, ну, и не то, что мы там уж, они тоже в курсе, но какие-то вот эти слухи, как говорится, дыма без огня не бывает, какие-то вещи, которые изымались, или какая-то оперативная информация, которая вот была очевидной, но не реализовывалась в следствии чего-то, к сожалению, такое бывало, бывало, но в целом люди работали честно, я скажу, вот так вот вспоминая ребят, я практически не помню случаев, как вот такое вот мародерство, хищение там, ну, главным образом еще, потому что никто не знал, по большому счету, куда это все деть потом, и зачем это надо, и даже стоимости этих вещей, как бы многие не представляли, ну, настолько был, как бы народ, другие были ценности, другие приоритеты, вот, вот, был скандал в том же 12-м отделе, когда-то, когда сотрудники, и пострадало, кстати, начальство, когда один из молодых сотрудников решил зажать картину, там, Левитана, эскиз, вот, ну, решил, что, ну, это уже вот наше время, понимаете, ну, как наше, имеется в виду, уже в новой России, вот, и начальники перегнули палку, так сказать, там, отметелили их, так сказать, там, в горячах, ну, нанесли травмы тяжелые одному сотруднику, поэтому, и за это пострадали, сами попали под суд, понимаете, но, это был вообще из ряда, вон, выходящий случай для отдела, вот, такого, ну, как это так, нет, а так, я не скажу, я не помню, и не помню сотрудников, которые, как-то крупно на этом обогатились, или что-то, понятно, наверное, я не знал бы хрест сотрудников, понимаете, допустим, у них своя епархия, а сотрудники уголовного розыска, в основном, работали честно, и, как говорится, все, что могли, это, как говорится, пол-литра прихватить, где-нибудь, когда все отвернули, для русского человека, это не являетесь, ну, да, тем более, хозяин помер, там, а пол-литра осталось, ну, что же ей пропадать-то, да, ну, это уже, как говорится, другая история, но, в целом, нет, конечно, был другой народ, другой, другая, как бы, порода немножко, изменилась, все, но, я не могу сказать, что тот плохой сейчас, потому, что я просто даже не знаю, я не знаю, ни этих подразделений, не знаю их работы, и не могу, думаю, что тоже много, полно хороших, честных ребят, которые приходят, к сожалению, коррупция, вот это общая, и это общий настрой на обогащение, ну, конечно, разлагает людей, чего там говорить, и это не секрет, я думаю, это все понимают, раньше этого не было, раньше такого не было, и раньше, ну, было немыслимо, куда мог человек вложить деньги, там, что, я не знаю людей, даже, которые неплохо получали, полковники, генералы, но они жили в тех же домах, что и мы жили, вот, тот же, помню, наш генерал, начальник ГУВД, Крамарев, так сказать, я знал его, конечно, но как бы столкнулся случайно, когда делали обход, вот тут недалеко, на Гражданском проспекте жил, и тоже пришли в квартиру, здравствуйте, там, обход делали, здравствуйте, там, и открывает Крамарев, там, в тренировочных брюках, обычная квартира без охраны, двери, это не железные, ничего, вот начальник ГУВД, генерал-то жил, к примеру, ну, сейчас генералы живут немножко иначе, так что, естественно, это задавало общий тон, все видели и понимали, что, если ты что-то оступишься, то тут никто тебя не поймет, и тебе не удастся открутиться, там, и деньги никому не занесешь, ну, антиквариат, он и остается антиквариатом, но сейчас, честно говоря, если так закрывать уже тему, то, знаете, он стал не самой большой, как бы, такой, не самой денежной областью, возможно, остались какие-то сферы, там, ну, не знаю, это какой-то высокого антиквариата, где там вращаются художники первого круга, и там, но это, знаете, до нас никогда и раньше не доходило, и сейчас это не наш уровень, а сейчас как-то вот все подупало, и вот как-то все так выцвело, поблекло, и как-то все так заподлицо стало, что я даже не знаю серьезных крупных коллекционеров, с которыми вот хотели общаться, которым было интересно, все как-то так лениво собирают, раньше у нас были вещи довольно простые, незамысловатые, но какой-то был, я вот YouTube канал делаю, драйв огонь, молодец, молодец, все смотрим, да, и как-то это было, да, и даже пожилые люди, казалось бы, старики, там, и тоже, я помню, заводились, ездили друг другу в гости, через полгорода, смотрели, собирались, так сказать, в клубе, мне вот лично интересно, я делаю это только потому, что мне это интересно, потому что не почему, ну, да, интересно, но приходится, вот раньше это было более, я просто свою оценку даю, что сейчас, к сожалению, вот какая-то такая апатия, и даже люди, которые вроде коллекционеры, я не могу понять, зачем они коллекционируют, но я же тоже могу сказать, да нет, ну зачем-то, показывать что-то, я буду рассказывать, тут потом, да вы знаете, ну, а вот другие люди, ну, не знаю, знакомые с человеком 20 лет, он ни разу в гости не пригласил, ничего не показывает, ну, знают, допустим, что он собирает что-то там, ну да, он медали собирает, я сам когда-то собирал русские медали, но я их тоже все уже избавился, от них, так сказать, кому надо, какие-то у меня вытащили, там, когда теряешь интерес, то расстаешься легко, вот я, допустим, уже если потерял интерес, я уже не могу их как бы вот там, как-то дорого считать, они в моем представлении теряют всякую ценность, я понимаю, что у них есть определенная стоимость, но уже меня легко на что-то уломать, забрать это все, да и бог-то с ним наигрался, надо найти новую какую-то там, что-то еще, вот как знамена, я когда-то так загорелся, вот даже книгу написал, вот это вот русское знамя, вот, такую издал, я когда-то так загорелся этими знаменами, меня это когда-то так потрясло, прям, ну, знаете, не сказать до слез, что наши боевые знамена, советской армии, с которыми прошли, там, защищали и Москву, там, с Калининградом, в Германию входили, они продаются как тряпки, никому не нужные, из этих музеев, по каким-то ценам там смешным, и никого это не волнует, не волнует ни военное ведомство, не волнует музеи, понимаете, ну, это меня настолько потрясло, что вот, слава богу, что я как бы смог, вложил, как бы, свои деньги, какие-то, вытащить эти несколько десятков этих знамен, которые удалось мне, вот, и потом нашел неравнодушного человека, вот, создавшего прекрасный музей у нас в городе, Ленрезерв известный, вот, многие знают его, а кто не знает, может посмотреть в интернете, что такое Ленрезерв, вот, колоссальное нечто, и, как сказали сотрудники одного из наших военных крупных музеев, побывав там, походив, и сказали, вы знаете, ну, у нас вообще, какая-то Жековская выставка, после этого, и говорю, ну, да, вот так вот, есть вот такие, и вот он, человек выставил, взял все эти знамена, выставил, знаменный зал сделал, прекрасный, Анатолий Руменович Берштейн, дай ему Бог здоровья, вот, и их смотрят все, и они не пропали, имеют вторую жизнь, могли лежать где-то просто в каких-то там, американских, английских лавках, там, рядом с ботинками солдатскими, какими-то американскими касками, немецкими штык-ножами, ну, и там же наши полковые знамена, понимаете, но это не дело, это последнее дело, вот, ну вот, была такая тема, вот у меня, написал книжку и закрыл ее для себя, вот, знамена отдал, какие-то царские знамена были, тоже думал им, увлесен, но это слишком дорогое занятие, и тоже нашел, нашлись, как говорится, вот, слава богу, коллекционеры взяли, хоть я не знаю, где они, что с ними, ну, закрыл, осталась книга, это, в общем-то, важно, плохо, когда человек всю жизнь, чего-то делал, а после нее не остается даже статьи, статьи в газете, вот, все равно надо отдавать, все равно надо отдавать людям, не сидеть же на этом, безусловно, и отдавать в какой форме, ну, вот, форме книги, форме коллекции, форме выставки, форме того, что ты выявляешь что-то о прошлом, и показываешь это, или выявляешь что-то об искусстве, и показываешь это, конечно, мы с этого начали, это научная работа, на самом деле, может, мы не ахти какие-то научные, там, методические вещи делаем, но много есть открытий, которые важны и для меня, и для моих знакомых, да и для музейных сотрудников, и я больше того скажу, я помню вот это время 70-х, 80-х годов, музейные сотрудники обращались к коллекционерам за консультациями, и за экспертизами, я помню такие случаи неоднократно, то есть они прекрасно понимали превосходство коллекционера отдельного, ну, не ко всем, конечно, которому звонили и говорили, вот, Николай Александрович, посмотрите, придите к нам, вот мы тут разбираемся, вот, может, вы что-то скажете, вот, ваше мнение ванцены, он приходил и объяснял, и давал, а они слушали, записывали и благодарили, где вы сейчас такое увидите, нет, такого нет, сейчас каждый мелкий прыщ, так сказать, который получил, там, знаете, регистрацию, что он эксперт, он сидит, он заказал себе бланки, и, да, к нему приходят, это отдельная тема, да, и это отдельная тема, понимаете, а на самом деле, лучший эксперт, это ты сам для себя, тот человек, который платит деньги, он, конечно, в итоге становится экспертом, если он, шкурсовый поставил, далеко не всегда, далеко не всегда, далеко не всегда, для этого надо иметь, все-таки, понимаете, для экспертизы, мало иметь знания, для экспертизы, нужно быть еще и порядочным человеком, понимаете, знания без этого, вот с этим, к сожалению, у нас хромает, очень часто, эксперты, как только увидят, что это, в общем-то, можно зарабатывать очень неплохие деньги, и что-то делать, то очень часто, ну, видно, что эксперт, либо не разбирается, очень сильно, либо он очень сильно кривит душой, понимаете, это одно из двух, но поскольку он эксперт, то, как бы, он обязан разбираться, а с другой стороны, возникает вопрос, а чего же он тогда, так сказать, так говорит-то странно, понимаете, ну, вот я с этим сталкивался неоднократно, но существуют систематические ошибки экспертов, есть, например, один эксперт, про который я ничего не могу сказать, плохого в плане его порядочности, но он выдает заключение, в котором все называют фуфлом, потому что вот если там что-то не так, то вот он это сразу списывает в фуфло, и вот от действия эксперта, я даже пару раз пострадал, вот, но человек просто, тут у него такая, такая, такая позиция, что вот если вот, ну, грубо говоря, вот такая, вот если в Эрмитаже лежит такая же, допустим, там, или еще где-то, или образцовая, вот такая же, и вот то это не такая буква, то это, конечно, безусловное фуфло. Ну, понимаете, мы уже говорили на эту тему, что даже если мы возьмем заводскую партию, допустим, 100 штук пистолетов, ТТ, допустим, и на чем мы смотреть, то любой эксперт скажет, боже ж ты мой, посмотрите, как здесь прыгают цифры, да такого быть не может на номере, а посмотрите, здесь втулка, серьга-то, она не вороненая, как такое может быть, да АТК его никогда не пропустит, понимаете, а вот здесь вот нету цифр, вот посмотрите, везде набита циферка вот на раме, вот здесь вот стоит, а здесь этой цифры нет, понимаете, и на таком уровне, эксперт, ну мы скажем, да нет, такого быть не может, это с завода, вот он ящик, ну здесь не поставили цифру, а здесь просто пропустили бракованную деталь, так милая моя война идет тут, и это все понимает, когда касается вот какой-нибудь такой продукции, а когда человеку начинаешь объяснять, что когда идут через мастерскую Эдуарда тысячи орденов, и что вовсе не обязательно, что они вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот вылезли языком, и что где-то пайка может быть неаккуратной, а где-то именник может быть перевернут кверх ногами, нет, такого быть не может, ну что вы, ну что вы, такого быть не может, нет, это невозможно, да вы знаете, да это, ну в общем, сказочников и у всех свое, и к сожалению, нет того арбитра, который бы пользовался абсолютным авторитетом научным и несомненной порядочностью, которого вы послушали, сказали, да, вот человек так сказал, значит оно так и есть, у него безусловные знания, этот человек безусловно знает, и он честен, и мы ему вот просто поверим, нет, вот это вот общее недоверие и общее сомнение во всем, оно разъедает коллекционерскую среду очень сильно, и это очень печально, кстати, вот это вот общее недоверие и общее, так сказать, какое-то опасение, боязнь, хоть мы понимаем, что вот русское оружие, сколько я его вот видел, ну у меня, как говорится, он полтора десятка всего, вот, но если мы посмотрим, да их двух одинаковых не найти, если мы захотим смотреть, и когда начинают там говорить, вот клинок, вот он, вот он, чертеж заводской, вот он измерен, 980 миллиметров, а я беру свой, а он 982, и что вы мне на это возразите, это что брак, выкинуть это фуфло, да послушайте, 2 миллиметра для поточного производства на заводе, да это вообще ни о чем, если все так кидать в брак, у них половина продукции уйдет, потому что у нас полукустарное производство всю жизнь существовало, и что в конечном итоге все подрихтовывалось, подправлялось, там молоточком, еще чем-то, где-то напильником подпиливалось, а где-то и так пропускалось, некоторые с этим не согласны, ну мы же имеем, у вас же есть глаза, посмотрите, какое разнообразие всего, и вот это стремление к тому, что нет, вот я вот хочу, вот именно так, как это вот идеально в книге, я понимаю, что это снимает какую-то ответственность человека, и как бы проблемы с продажами, но мы либо занимаемся изучением эпохи, среды и реальных вещей, либо мы начинаем вот подходить к эталону, к такому, что вот прямо вот, нет, это неправильный подход, это неправильный подход. Сергей Александров, ваша сущность коллекционера, она пробивается, даже когда мы говорим о вашей работе в милиции, большое спасибо за разговор, поговорили достаточно долго, надеюсь, что наши зрители, мне по крайней мере было интересно. Ну, слава богу, если кому-то заинтересует, я буду только очень доволен, хоть уверен, что многие не согласятся со мной, потому что все-таки люди молодые, в основном смотрят, у них изменилось сознание, я пытался донести точку зрения все-таки человека немножко из прошлого уже, так сказать, я формировался все-таки в 20 веке, и сформировался, можно сказать, к веку 21 полностью, как коллекционер, и общаясь с пожилыми, со старыми людьми, старой формации, они, конечно, меня тоже оказали, вот какое-то свое воздействие, и я с этим ничего поделать не могу, принимайте так, как есть. Ну, собственно говоря, мы зафиксировали то, что есть, и выложим это в интернете, пускай люди смотрят и сами думают, что хотят, так и думают. Спасибо вам, что вы были с нами, мне было, например, очень интересно, надеюсь, что было интересно вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова